Святая Церковь молитвенно чтит День Памяти Святого Великого Годника Божия Святителя Николая, Мир Великийский и Чудотворца, День Его Святого Представления. Наша с вами жизнь, она имеет множество трудностей, и каждый человек, благоразумный, верующий, он стремится к встрече с Богом. Для святых людей не страшна смерть, это лишь только новые рождения и переходы к вечности. Святитель Николай жил в то время, когда только-только на рассвете христианства, 4 век, был насыщен жизнью великих угодников Божий. Для каждого века, для каждого времени много есть правильников, только мы их не можем сразу разуметь, но приходят столетия, даже тысячелетия прошло, чтобы достойно воздать хвалу тому, кто учил и учит нас с вами жить. Жизнь святителя Николая, она происходила тихо. Он не любил детских всяких зрелищ, он не любил и юношеских таких всяких восторгов. Он всегда пребывал в храме. Когда стал чтецом храма, после диакона, священнослужителем, и Господь избирает его и ставит на подсвечник мирликийской пастве. Он ставит епископом мирликийским. Многие думают, что жизнь архиерея — это благословение двумя руками, это красота богослужений, это встреча, блага земные. Но никто сегодня не хочет, да и, может быть, не все архиереи понимают, что стоит за этим служением. Святитель должен быть тем, кто кроток, смирен, богобоязненный, должен отдавать свою душу за каждого человека, которого он назидает, кто слушает его. И поверьте, даже нужно умирать каждый день, или однажды нужно умереть за народ, но, чтобы не соблазнились, дать им пример глубочайшей веры. Святитель был закрыт в темницу, вот исполнилась проповедь Христа Спасителя, вот заповеди блаженства. Блаженнее вы, и все их догонят, ненавидят вас. Когда сердце человека чистого, он всегда беседует с Богом. Когда он видит свою духовную нищету и знает, что он ничего не может сам собой, только в немощи человеческой совершается сила Божья, тогда Господь приступает к человеку и совершает, что необходимо для нашего с вами спасения. Было повеление императора выпустить всех узников, епископов, и были они все представлены на Первый Вселенский Собор. Собор, который учредил и утвердил почитание Второй Ипостаси Господа нашего Иисуса Христа, что он равен Богу Отцу, что он равносилен, и действенная благодать Божья прикрыта человеческой природой для нас с вами. Он истинный Бог и истинный человек. Это пришлось показать и доказать на примерах Богу угодной жизни, потому что время были такие светильники Спиридон Тремифунский, Александрийские Патриархи, Антиохийские, Амроси Мегиоландский. Их было 318 свидетелей истины и правды, которых сегодня помнит Церковь и помнит мир. По утверждении Божественной природы в Ипостаси Иисуса Христа, они возвратились на свои кафедры и вели Богу духовную жизнь. Много совершилось чудес через молитвы и молитвами святителя Николая. Даже до сегодняшнего дня по его молитвам совершается множество чудес. Его знают магометане, православные, католики, знают иудеи и обращаются, кто явно, а кто в тайне, с просьбой о тех или иных потребах, и святитель никому не отказал. Это еще раз один пример тому, что мы не должны взирать на лица, на саны, даже на вероисповедание, потому что святые отцы говорят, «Стяжи дух смирения, и вокруг тебе тысячи спасутся». Шедший в мир научите то, что научил нас Христос, что дал в кротости и смирении духа, и тогда приобряющим мы тех людей, которые Богу угодны для общения с Богом и имеют спасение в жизни вечной. История говорит, что святитель Николай прожил более 70 лет. Причастившись к тайн Христовых, он мирно отошел ко Господу. Господь прославил его чудотворением, излияние мира от и святых мощей. Он защищал убогих и нищих. Он помогал воинам. Он помогал и помогает градоправителям. Он помогает всем тем, кто унижаем, гоним и укрепляет веру и дает возможность общения с Богом. Поэтому для грешников смерть люта, а праведных — это переход в потусторонний мир вечного блаженства Царства Небесного. Мы сегодня знаем и верим, без сомнения, что он является другом Христовым и наследником Царства Небесного. Потому что Господь сказал, «Я иду, приготовлю место вам, и приду опять, и возьму вас к себе», сказал апостолам, «А через апостолов всем тем, кто чает встречи и утехи Израилевы от Господа». Мы сегодня обращаемся к святителю Николаю с просьбой сохранить нас в Святой Церкви. Потому что многие говорят, нужно сохранять Церковь, и Церковь не надо хранить. Ее глава — Христос. Он воскрес из мертвых. Он сохранит Церковь свою на земле до своего пришествия. А вот нам бы сохраниться в Церкви Христовой и встретить Бога, если кому-то будет суждено увидеть в плоти пришествие. А мы, которые уже переселимся в потусторонний мир, чтобы лицезреть Бога и святителя Николая, служащего Богу, потому что мы знаем из истории Церкви, что они также находятся в служении, на небе. Мы ним стоять и в Царстве Божьем, как здесь, на земле. Поэтому мы верим, что они, как эти старцы апокалипсиса, поклоняются, славят Бога. Святителю Отче Николаю, жизнь Твоя славна и успение со святыми. Помоги нам пройти поприще земной жизни, сохранить Святую Соборную и апостольскую Церковь в своем сердце и себя сохранить в Святой Церкви. И по Твоим молитвам, пускай Господь не спошлет все необходимое для временной и вечной жизни. Аминь. Мы часто привыкли сопоставлять Святителя Николая и Санта-Клаус, и Дед Мороз, как где хочешь, так и называется. Но дети любят Святителя Николая, потому что большинство научили так родителей. Потому что Святитель Николай исполняет все наши требования, можно сказать. потому что мы просим подарков, он посылает. Другой вопрос, через кого и кем посылает. Мы просим мудрости, он дает. Мы просим знания, он дает. Поэтому Святитель Николай это любимец не только взрослых, а особенности детей. Потому что он, как я уже сказал, приносит радость. Мы должны всегда помнить о том, что Святитель Николай, он из святой жизни человек был и остается святым. Поэтому нужно родителям всегда говорить правду. Не только, что он исполняет какие-то наши пожелания, но он является другом Христовым. Что мы должны просить у него прощения грехов, чтобы он просил у милосердного Бога. Мы должны просить, научить детей, чтобы мы не только требовали от Святителя Николая каких-то чудес, но чтобы по молитвам Николая мы стремились себя преобразовать в жизни, подражать ему в вере, в благочестии, христианской любви. Тогда совокупность этих всех желаний, а у Святителя Николая всегда найдутся возможности, потому что Бог любит своих друзей, он благословляет им все, что необходимо. Тогда Святитель Николай еще с больным, дерзновением, будет нам близок и помогать нам на всех жизненных путях. Я нечемный был у шкори, Нес разбив я на футболі, Вітер голови буде, Миколай до мене не прийде, Миколай до него не прийде. Я у мамы найцемнеша, дай-дай-дай-дай розумнеша, пані я допомогаю, завітай до мене Миколаю. Завітай до неї Миколай. Миколай приходить у пісні, подарунки загортає він у англійських пісні, до мами до тата і до нас на ляда приходить святий Миколай. Тата і маму я не слухав, вирос ти у мене пухав, вітер через нік буде, Миколай до мене не прийде. Миколай до нього не прийде. Радом я хотів змінитись, бути черним, не любитись, але марно це уже, Миколай до мене не прийде. Миколай до нього не прийде. Миколай приходить у вісні, подарунки заготає він у ангельських пісні, до мами, до тата і до вас, малята, приходить святий Микола. Чемно ручкою я спадаю, святим очем Миколаю, в ніч чарі мується смерть до усіх, усіх, усіх прийде. До усіх, усіх, прийде. Миколай приходить у вісні, подарунки заготає він у ангельських пісні, до мамы, до тата і до вас, малята, приходить святим Миколай. Миколай приходить у вісні, подарунки заготає він у ангельських пісні, До мамы, до тата и до вас, малята, приходит святый Николай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok